Доброго дня всем любопытствующим и жаждущих знаний о неизведанных тайнах вихревой медицины. Продолжаю тему зарождения болезни. Обязательно посмотрите первую часть, так как возможно вы не совсем поймете, о чем буду говорить теперь. Это все о том, как зарождается болезнь, как иммунная система реагирует и какие стадии проходят. Хочу особо подчеркнуть значимость той информации, которую я сегодня вам предлагаю. Опять же, все о чем я рассказываю, основано на моем личном опыте и видении, полученном на профессиональном знании электроники, а также тщательном исследовании биоэнергетики и соединении всего это виденное целое. Что дало мне возможность успешно разобраться в понимании биоэнергетики и взаимодействии происходящих процессов в живом организме для борьбы с агрессивной средой. Конечно, для многих мои доводы будут весьма необычны. Но я имею право на свое собственное суждение и собственную философию данной сложнейшей темы, где до сих пор царит хаос и совершенное непонимание происходящего. Вообще, в современном мире все состоит из условностей, и даже великие ученые теряются в конкретных определениях и реальных процессах. А конкретно, к моей теме, очень много непонятного для большинства. Что же такое статика или электростатика, или вообще электрическое поле, электростатическая напряженность? Особенно диванные тролли пытаются развести демагогию на самоопределение статического электричества. Всячески подкалывая сторонников вихревой медицины, когда мы просто говорим слово статика. Как бы прикидываясь валенками словно невкусно, что в любой среде исследователей и вообще некой деятельности, некого сообщества, всегда присутствует свой профессиональный жаргон, где даже определенный взгляд может обозначать некое определенное действие. И беседы в таком кругу могут вызывать у посторонних явное удивление и непонимание. Помню время, когда работал в конструкторском бюро, и при посторонних обсуждали некую новую идею. То у народа волосы дыбом вставали, и глаза из орбит вылазили в полном недоумении, словно перед ними инопланетяне разговаривают. Вот как, например, слово Тор или Бублик. Естественно, если быть не в теме, то какая-то билиберда, но для своих проблем с пониманием не возникает. Еще многие путают определение статики и статичности. Почему ты считаешь, что если статика, то это что-то неподвижное и не может быть в динамике. А когда говоришь про динамичную статику, то есть в виде неких колебаний или частот, то у многих недоумение. Так вот не надо путать слово статичность, это когда отсутствует движение, то есть неподвижность, со статическим электричеством, которое есть напряженность поля или окружающего нас пространства, которое все время находится в движении и изменении своего состояния. Причем возникновение статического электричества происходит именно из-за соприкосновения при движении окружающего нас материального мира. И если у него нет возможности сразу преобразоваться в электроэнергию или другое силовое воздействие, то происходит бесконечное накопление этой напряженности до тех пор, пока его потенциала станет достаточно для реализации. Яркий пример это разряд молний. Грандиознейшее природное влияние, которое и есть статическое электричество. И окружает оно нас вообще везде. А его переход из одного состояния в другое мы наблюдаем постоянно и повсеместно. Снимаем или одеваем одежду, сплошные разряды. Расчесываем волосы, а не дыбом. Лист бумаги кладем или берем, а он липнет. Про всякие пластиковые пакеты и обертки я уже и не говорю. В общем, статика абсолютно везде и всюду. А при любом движении чего-либо становится все более напряженнее. И конечно, эта статика, как рюсток Чижевского, может быть в форме некой однополярности, заряжая пространство положительными или отрицательными ионами. Или менять полярность заданной частотой. Это я к чему все примеры привожу. Да потому что статическое электричество это особый вид энергии, который находится в окружающей среде, как бы в подвешенном состоянии. И мы в этой энергии просто купаемся. Это наша обычная энергетическая среда. Естественно, живые организмы с ней взаимодействуют. Конечно, существует еще масса других энергий. Но именно основу и первопричину всех других энергий составляет именно статическая энергия. Как традиционно считается, что это все заряды электронов и их избыток. Но я буду по-своему основывать определение подобных явлений. Так вот, подойдем вплотную к вопросу. Почему и каким образом статическое электричество положительно действует на живое при определенных условиях, независимо от того, ли это человеческий или животный или растительный организм. И в то же время, в воздействии в его статике нам удается губительно действовать на зловредов. Для начала я пишу, что делают биоэнергетики и каким образом они воздействуют своей энергией на состояние таких же живых организмов. Даже хочу подчеркнуть, что такого объяснения процесса вы нигде не найдете и, думаю, никогда не слышали. Конечно, что-то похожее, может, где и описывали, но мое определение будет принципиально отличаться. Также подчеркну, что описывать будут только процесс положительного действия, а никак не негативного. Это я про всякие проклятия, порчи и вампиризм. Опишу эти действия, как именно я провожу сеансы биокоррекции. Естественно, в первую очередь идет подготовка к накоплению и усилению собственной энергосилы. Но это мы опустим. Далее проводится диагностика. Проверяется защитная оболочка, чакры, какой-то поток биоэнергии поступает, какой нет. Находятся локальные проблемы, как внутри, так и снаружи. После диагностики на исследуемую сверху направляются различные энергетические потоки. Именно сверху вниз. Эта энергия направляется на проблемные участки, чтобы потоком смыло, так сказать, загрязненные места. Если внутри находятся некие энергетические сущности, то с ними проводятся дополнительные манипуляции по их выводу. В результате, после чистки в энергетическом коконе, то есть в защитной оболочке, возникают некоторые пустоты, которые следует заполнить новой и чистой энергией. Конечно, еще проводится коррекция чакр, и потом, поменяв или добавив другие энергетические потоки, дается установки на наполнение кокона до номинального значения, с включением защиты от внешних энергоударов на определенное время. Я обычно ставлю эти процессы на трое суток, после истечения которых сеансы повторяются, пока не будут получены необходимые результаты. Естественно, самые различные виды экстрасенсов абсолютно по-разному могут выполнять подобные действия. Шаманы будут с бубном бегать, кто-то с свечами пользоваться, иконами, молитвами, ножами, посохами и бесконечным множеством других атрибутов. Кто-то, возможно, будет действовать с виду вообще не то и не так. Но как бы то ни было, алгоритм будет все равно соблюден. Это первое, собственная накачка. Второе, диагностика. Третье, призыв внешних или своих энергий на очищение. Четвертое, восстановление номинального состояния и установки времени действия. И, конечно, результаты сильно зависят от силы самого биоэнергетика и состояния пациента. А еще зависит от того, насколько сильно удалось мобилизовать внутренние силы, то есть иммунную систему. Наверное, подобное объяснение алгоритма процедуры было бы не совсем понятным, если не объяснить, что же при этом происходит и каким образом некая энергия способна воздействовать на болезни и состояние. Вот тут-то мы и подошли к самому главному. Любые народные образования, внутри или снаружи, есть результат воздействия микроорганизмов или паразитов. Конечно, у нас находится огромнейшее количество зловредов, готовых в любой момент захватить нас, чтобы успешно паразитировать. И только здоровый организм и его иммунная система удерживает от нашествия. Неважно, то ли это некие вирусы или бактерии, которые жаждают захватить власть, или это некая плесень или грибки, которые стремятся создать некое новообразование в виде опухоли или нароста на суставах, костях и тому подобное. Или другие виды паразитов. Вот основная их сила для захвата нашего здоровья, это их исключительное взаимодействие, то есть создание инфраструктуры собственной цивилизации внутри нас. Пока они разрознены, то ни вреда, ни опасности не представляют. Все же знают, можно быть даже переносчиком ряда болезней, заражать других, у кого защита слабая, а самому не болеть. Но стоит нашей иммунной системе сбойнуть и потерять некий контроль, как сразу идет захват власти. Резко создается некая нейронная сеть между, допустим, вирусами, и они объединившись умножают интеллектуальный потенциал и, естественно, свою мощь, получая возможность контролировать полностью наш организм. Ну вот как челы в ульях или муравьи. Они, когда объединяются, то становятся очень разумной и грозной силой, так как тоже создают свою связь и полное взаимодействие, получая возможность строить целые цивилизации. Такая же картина с плесенью или грибками, которые строят свои организованные структуры в виде опухолей, наростов или кожных заболеваний. Так что основа опасности всех болезней это создание взаимодействия в их мире. А эффективность борьбы с этим микро- и наносуществами является разрушение их взаимодействия и инфраструктуры. Вот, допустим, у вас завелись те же муравьи, которые стройными рядами ползают по вашей кухне. Она стоит на их дорожках расположить нейтрализаторы, и у них происходит хаос. Вот такой же хаос и разрушение связей в биоэнергетике создают направленные энергетические потоки. Не какие-то химические вещества вводятся в организм, не какие-либо хирургические операции по удалению опухолей, а разрушение их энергетических связей, без которых они становятся бессильны и разбуженным иммунитетом уже далее уничтожаются и выводятся из организма. И именно поэтому традиционная медицина в подавляющем большинстве бессильна против болезни, так как пытается уничтожить не инфраструктуру зловредов, а их следствие жизнедеятельности, реально тупо подчищая азопаразитами, еще больше ослабляя защитные возможности организма. А биоэнергетика именно так и работает. Потоком энергии вымывается вся нейронная сеть зловредов. Перенаправленным действием на локальные очаги проводится усиленная зачистка. И после очистки и зачистки слышали же такое выражение «свято место пустом не бывает». Возникают энергетические пустоты, которые необходимо заполнить чистой энергии. Иначе если оставить как есть, то проблема может вернуться. Наверное, после подобного объяснения энергетических взаимодействий многим становится понятным, по какой причине вихревая медицина оказалась настолько эффективной и каким образом удается побеждать болезни. Да-да, причина фактически равнозначная. Как биоэнергетики, так и вихревой медицине действуют похожие принципы. Динамичная статика создает поток энергии, который разрушает инфраструктуру любых зловредных микроорганизмов. Конечно, между биоэнергемией, подчеркну, что слово биоэнергемия я произнес во множественном числе, так как на самом деле они бывают разные, и с энергией статики есть некоторое из различий, так скажем, значительно грубее. Но для уничтожения взаимосвязи в паразитах вполне достаточно. К тому же, из-за грубости воздействия возникает еще одно положительное свойство, которое очень напоминает воздействие как в сауне, только более глубокое. Этот дополнительный эффект дает хорошую встряску организму. Когда в сауне из-за высокой температуры инфракрасного излучения происходит сильный нагрев поверхности всего тела, да еще дыхательные пути интенсивно обрабатывается, то иммунная система организма получает некоторый шок, из-за которого происходит мобилизация защитного потенциала и распределение его по всему организму. Если встряска достаточно, то внутренняя волна смывает зловредную инфраструктуру и по возможности удаляет проблемные очаги. Как я уже описывал в прошлом видео, что одну и ту же болезнь можно лечить самыми различными способами. Главное, чтобы активировать защиту иммунитета. Вполне может оказаться достаточным, чтобы увезти постуду, поставить банки, горчичники, пропарить ноги, подышать над паром, пропариться в бане, прыгнуть в сугроб, выметь на себя ведро холодной воды, выпить стакан горячего молока и многое-многое чего другого. Главное в этом все только одно. Все эти средства пробуждают иммунную систему и уже сама она проводит лечение. Кстати, я очень долгое время пользовался одной, но очень эффективной адской смесью, которая была настолько сильна, что иммунитет просто на дыбы вставал. Могу рассказать. Делайте треть стакана в заварке чая. Следующую треть выжимаете лимонный сок из лимона и еще одну треть заливаете водкой. Выйдет около 150-200 грамм. Обязательно заварка чая должна быть горячей. В результате все будет теплым. Укладываете больного в постель, укутываете его пару одеялами и даете залпом выпить. Желательно, чтобы только нос торчал, а лучше вообще под одеяло и нос. После этого начнется мощнейшее потоотделение. Ни в коем случае не прерывать процесс и не высовывать даже руки или ноги из-под одеял. Вот только когда потеть перестанет, тогда можно и отдышаться. Даже после этого душ принять, ну если будете в состоянии, а лучше уснуть и проснуться уже здоровым. Хотя пота может выйти очень много и держать будет некомфортно. Конечно, сердечникам и еще с какими-то патологиями это не рекомендуется. Поверьте, метод очень жесткий. Возможно, только для алкашин может оказаться не очень. Есть у меня еще куча различных действенных рецептов, но могу рассказать про меня жестокие и чаще всего использованные на мне и окружающих. Берете ХБ-носки, мучите в холодной воде. Чем холоднее, тем лучше. Одевайте на больного, уже лежащего и укутанного в постели. Поверх мокрых носок одевайте шерстяные, конечно, сухие. Через пару часов надо все повторить, так как носки быстро высыхают. Этот метод помогает, когда простуда только появилась. Но если уже затянуто, то тогда первый метод. Ладно, вернемся к сауне и статике. Почему я сказал, что механизмы воздействия несколько похожи? Сауна считается одной из самых безопасных процедур, даже в уровне развлекаловки, хотя действует, конечно, довольно сильно. Многие, особенно новички, чувствуют себя после процедуры несколько дурманенными и частично потерявшими ориентацию. Тем не менее, если даже некоторым станет плохо, то его спокойно выносят на свежий воздух или отдают ведром холодной воды. И никто абсолютно не считает, что это запредельно или опасно. Ну, как после спринтерского бега, падают прямо на землю и все вроде нормально, отдышатся. А вот уже бывалые, как в сауне, так и при бегах, чувствуют себя уже по-другому и только просят добавить паркур, да венечком похлистать, так как иммунная система уже закаленная и натренирована. Подобное происходит и при воздействии динамичной статики. Только эффективность от нее значительно выше и самое главное, в отличие от поверхностного воздействия горячего воздуха в сауне, статика пронизывает весь внутренний организм в зоне действия, своими волнами разрушая нейронные связи зловредов и также непосредственно уничтожая структуру очагов болезней. В вихре как бы высвечивает пораженные места, затаившиеся в коконах. Помните, я вам рассказывал в прошлой части ролика этой темы про стадии зарождения болезни, когда уже в второй стадии иммунная система не борется с болезнью, а старается ее локализовать и изолировать, после чего перестает замечать проблемы. Вот этот изолирующий кокон статика просвечивает, попутно помогая иммунной системе выйти на более высокий уровень борьбы, так как разрушая нейронные связи, не дает зловредам мобилизовать свои силы. В результате у многих новичков появляется схожая побочка после воздействия статики. В основном это несколько дурманенная голова и даже частичные нарушения ориентации. Конечно, часто наблюдается обострение различных проблемных мест в организме, что тоже правильно, так как при биоэнергетическом воздействии, как и при статическом, если болезнь обостряется, то она выводится из организма. Особенно это касается болезни суставов, камней в почках, различных травмах. Но некоторые пугаются этих обострений, прекращая процедуры, что очень неправильно. Возможно, у многих созрел вопрос, почему статика так губительно действует на завредные микроорганизмы, но не трогает полезные, которые у нас находятся так же немереным. Так вот, дело в том, что любые микроорганизмы, которые ведут себя как паразиты, они обязательно объединяются в единую организованную структуру, так как им однозначно не будет возможности доминировать над жертвой. И как я уже прояснял ранее, именно на разрушение их организованности направлено воздейственно. Так что тут прямая зависимость. Если микроорганизмы нападают на живой организм, то они есть хищники, которые выдают себя созданием организованной структуры. А вот полезные бактерии, например, находящиеся в желудке, не ставят свою за целью завладеть кем-то, так как и так принимаются со распростертыми объятиями. Они просто банально существуют для переработки уже ненужных биоматериалов. Это в общем-то категория падальщиков. На живое они роток не раскрывают, только переработка отходов. Поэтому ни биомиергия, ни статика на них не действуют. Хочу еще отметить, что в особом положении среди хищных зловредов находится герпес. Этот вирус проникает через защиту в саму клетку и проявляет себя только тогда, когда иммунная система находится в ослабленном состоянии. Наверное, всем известно, что поэтому герпес неизлечим. Я тоже когда-то так считал и регулярно мучился из-за него. Фактически почти каждый месяц он у меня выскакивал, а я часто бываю на сквозняках. Поэтому стоит хорошо просквозиться и то ли на губах, то ли на носу уже появляется нарыв. Если ничего не делать, то пока он окончательно пройдет, то требуется неделю 3-4. Правда, я уже было приспособился и подобрал одну масть, с помощью которой удавалось сократить проблему на 2-х недели. Но после регулярного применения вихревой медицины я уже второй год вообще не имею проблемы с этой заразой. Причем, когда первый раз я сделал тор и применил на себе, то у меня как раз за пару дней до этого герпес появился на губе. И в то же самое время у меня очень сильно болел коренной зуб. Я уже собирался идти сдаваться к зубному врачу, чтобы его вырвали. Уже пару ночей не спал. И когда я торп приложил к щеке на полчаса, то уже заснуть смог нормально. А на следующий день зуб уже почти не болел и герпес практически рассосался. с тех пор герпес вообще отсутствует и зуб на месте. Кстати, у меня под наблюдением было несколько человек с герпесом. Так вот, у них он тоже больше не появляется. Ладно, буду заканчивать. Напоследок снова напомню, что мои ролики несут вообще никакой коммерческой подоплеки. И у меня нет абсолютно никакой заинтересованности пудрить вам мозг. Все делаю чисто ради того, чтобы нанести людям реальную возможность лечения различных заболезней и укрепления иммунной системы. Считаю такие действия необходимыми, так как не признаю традиционную медицину и сам не пользуюсь ее услугами почти 30 лет. Так как современная медицина на самом деле приносит больше вреда, чем пользы. Поэтому очень прошу обращаться ко мне корректно и без крайностей. Все, кто нормально обратится с вопросами, обязательно отвечу. Но любой негатив буду воспринимать как преднамеренную агрессию и просто удалять со своего канала. В ближайшее время буду готовить ролики по разъяснению, почему я придерживаюсь водородного резонанса, покажу и расскажу про различные индикаторы для проверки работы статики и там же про некоторые новые дополнения в изготовлении торов и плоских. подробно разъясню, почему катушки в виде торов и плоских вообще-то не являются катушками. Обязательно поведаю, чем именно отличаются традиционные катушки Мишина от моих новых вихревых излучателей. И самое главное, уже почти достаточно собрал исследовательского материала по выпуску сенсационного заявления. Желаю всем богатынского здоровья и чистого неба. Мишина Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...